Нефть снова растет, что повлияло на мировые цены. Цены на нефть выросли во вторник, 11 апреля, на ожиданиях сокращения запасов нефти в США, крупнейшим потребителям нефти в мире, и на признаках того, что спрос на развивающихся рынках остается высоким. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Фьючерсы на сырую нефть получили импульс от роста на азиатских фондовых рынках, поскольку ожидается, что региональные и центральные банки, сохранят свои процентные ставки на неизменном уровне. Признаки высокого спроса на топливо в Индии, третьим по величине потребителей нефти в мире, в марте также оказали поддержку ценам. В прошлом месяце потребление топлива, подскочило на 5% по сравнению с прошлым годом, до рекордных 4,83 миллиона баррелей в сутки. Страна продолжает оставаться основным потребителем российской нефти марки Urals, на фоне сокращения мировых потоков нефтяной торговли, после вторжения в Украину. Цены на нефть, упали в понедельник после роста, в течение трех недель подряд после того как данные, о занятости в США указали на напряженность на рынке труда, что усилило ожидание очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, которая может ограничить спрос на нефть. Ожидание повышения ставки, повысили индекс доллара США в понедельник и вторник. Что оказало давление на цены на нефть, поскольку укрепление доллара делает нефть, более дорогой для держателей других валют. Кроме того отчет об инфляции в США, который будет опубликован в среду, может помочь инвесторам, оценить краткосрочную траекторию процентных ставок. В Азии данные из Китая показали, что данные по потребительской инфляции в марте, были самыми низкими, с сентября 2021 года, что свидетельствует о сохранении слабого спроса, на фоне неравномерного восстановления экономики. Напомним, на прошлой неделе цены на нефть выросли, более чем на 6% после того как ОПЕК+, организация стран экспортеров нефти, ОПЕК, и их союзники, включая Россию, удивили рынок обещанием сократить добычу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.